Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Лена Лай. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайки и пишет комментарии. Ну а также напоминаю, что у меня есть и телеграм-чат. Если есть желание, присоединяйтесь. Ссылка в описании. Лена и Оксана идут забирать заказ на Вайлдберрис. Оксану Лена нам не показывает, но говорит, что Оксана где-то рядом. И Лена, вы знаете, не имеет понятия, забирать ей заказ или не забирать ей заказ. Думаю, это как вообще? Вот так нужно, да? То есть сначала заказать, а потом прийти в пункт выдачи заказов и подумать, а нужен ли мне в принципе этот заказ был, этот предмет, вот эта вот вещь, которая мне пришла. Она мне вообще в принципе нужна? Не слишком ли поздно Лена решила одуматься? Ну в принципе да, это Лена, а от нее в принципе возможно ожидать все. Но забегая вперед, могу сказать, что да, Лена забрала вот эту коробочку, сказала, что распаковка будет позже. Кстати говоря, в этом влоге распаковки так и не было. Наверное, в следующем влоге будет целиком и полностью посвящено распаковке. Хотя в принципе там была всего одна какая-то небольшая коробочка, так что я думаю, в следующем влоге Лена найдет, чем нас порадовать, кроме распаковки. Очень меня порадовало то, что Лена не забыла о том, что она хочет запустить какой-то там проект. Только изначально проект у нее назывался «Худеем к лету», а теперь вот у нее проект называется «Худеем вместе». Наверное, Лена решила, что «Худеем вместе» более неопределенно как-то звучит, чем к лету. Потому как если вдруг лету этого года никаких результатов не будет достигнуто, будет очень удобно Лене перед своими какими-то фолловерами. И я так понимаю, что если это проект, то какие-то у нее должны быть подписчики, фолловеры и так далее. А так «Худеем вместе» то худеем, то не худеем. Получилось, не получилось. Так что в случае, если проект Лены будет называться «Худеем вместе», то есть с Леной будут взятки гладкие. С одной стороны, а с другой стороны худеем к лету тоже неплохо. Лена могла бы запросто сказать, ну не получилось похудеть к этому лету, ничего страшного. Теперь мы худеем к лету следующего года. Ну и в принципе тоже так можно, да, вот тянуть годами это самое похудение. Ну а вообще Лена делает зарядку, да. И очень активно стала она заниматься этими самыми зарядками по утрам. Да, настолько, что прямо у Лены нет времени на съемки влога. Вы представляете вообще? Это немного странно, потому как, насколько я поняла, да, возможно, это не единственный источник дохода, но один из основных источников дохода, да, вот ее YouTube-канал. И вот Лена как-то так может взять и разом перечеркнуть все, чего она достигла. Ну да, возможно, у нее не миллионная аудитория, но тем не менее у нее есть какие-то последователи, какие-то подписчики, есть люди, которым нравятся ее влоги. Но в конце-то концов, да, столько лет она уже влогер. Как-то вот жалко все бросать. А Лена, смотрю, променяла эти самые влоги, эти самые съемки на зарядку. Хотя, в принципе, Лене верить, себя не уважать. Где-то Лена все-таки нам привирает. А если бы Лена действительно занималась бы зарядкой ежедневно, точнее, ежеутренне, то мы бы увидели результат, а пока результата нет. Нет, просто Лене лень взять в руки камеру и поснимать, ну, к примеру, как проходит ее утро, да, ну, или ту самую зарядку пусть снимет. Будет очень интересно посмотреть. Правда ведь? Правда ведь. У нее, в конце концов, есть штатив. Нет штатива, есть Ваня. Ваня, конечно, плохо работает штативом, но иногда у него это получается более-менее. Ну, в конце концов, покажи, Лена, как ты делаешь зарядку. Это будет не контент, это будет контентище. И, да, почему я решила, что не помогают Лене эти самые зарядки, которые прям вот занимают рвинную долю времени утром? Потому как курточка, которую Лена покупала в Турции, на ней не сошлась толком. Возможно, где-то впереди она еще застегнулась, а сзади она подобралась очень сильно и прям вот очень и очень в обтяжечку. И Лена сама увидела, говорит, нет-нет, надо худеть. Ну, и с одной стороны, если надо худеть, то надо заниматься спортом. И правильно Лена делает, что делает зарядку. А с другой стороны, если эта самая зарядка не приносит никаких результатов, то есть два варианта. Либо Лена ее делает неправильно как-то, хотя, в принципе, как можно неправильно делать зарядку. Либо Лена нам врет о том, что она, в принципе, эту зарядку делает. Но созналась, да, честно сказала, что любит она поесть вечерочком. В часов восемь вечера она ест жареную картошку. Но тут же опять приврала. Говорит, я ем ту жареную картошку, которую жарит супруг. Ой, Лена, ну как возможно пожарить картошку тому, кого рядом с тобой нет? В принципе, с тобой, по-моему, вообще, если и живет Андрей, то только в качестве соседа. И в качестве приходящего папы, возможно, он у тебя бывает в квартире. А так, чтобы вечером он жарил картошку. Вот такая вот семейная идиллия, представляете? Я в это почему-то верю с огромным трудом. И Лена говорит, вот эту картошку, которую жарит Андрей, она ее съедает. Ну, понятное дело. А потом испытывает муки совести. Ну, из этого можно сделать вывод, что совесть у Лены все-таки есть. И это неплохо. Но только вот куда девается совесть Лены, когда она делает огромную наценку на тот товар, который она продает своим подписчикам, своим любимым, а главное, любящим зрителям. Получается, что в эти моменты ее совесть спит. Кстати говоря, Лена еще и ходит, кроме занятий и зарядкой. Лена еще и ходит. Да, она по-прежнему ходит ходить. Вот вечерами она, например, вот ходит. И в одним прекрасным вечером, говорит, на нее налетел сзади какой-то самокат доставщика или какое-то похожее транспортное средство. И чуть не сбил Лену. Да, представляете? Мол, бесшумное это транспортное средство. И вообще им всем надо перейти на дорогу, на проезжую часть и уйти из тротуара. Ну, с одной стороны, возможно, Лена и права. Да, потому как электрические какие-то транспортные средства, да, действительно, они бесшумные. Но надо учитывать то, что у Лены вышавшие наушники. И Лена ходит и слушает музыку или какие-то аффирмации или что-то вроде того. Вполне возможно, что ей сигналили и просили уступить дорогу. А Лена этого просто не услышала. Потому как у нее в ушах были наушники. Возможно, из-за этого тоже. Так что винить только водителя, будем так говорить, этого транспортного средства, тоже не совсем правильно. Пришла Лена в магазин, купила она халву с какао. Купила она сырники, полуфабрикаты. Думала, неужели она сама не может сырники приготовить? Ну, это же элементарно, ну, в конце-то концов. Нет, все полуфабрикаты да полуфабрикаты. А потом говорит, надо худеть. Ну, как можно похудеть на полуфабрикатах? Когда сам готовишь, ты точно знаешь, что это такое. Да, какие там ингредиенты, из чего ты готовишь, ну, и так далее. Качество продуктов видишь. А полуфабрикаты-то, ну, да. Очень тяжело будет похудеть на полуфабрикатах всяких разных. Салат-айсберг и тунца консервированного. Взяла, говорит, буду делать салат. Думаю, ну, хорошо. Главное, теперь этот салат майонезом не заправить. Но, смотрю, Лена собирается заправлять этот самый салат оливковым маслом. Ну, да, поэтому взяла на тунца в масле еще плюс ко всему. Кстати говоря, забегая вперед, могу сказать, что действительно, Лена, по крайней мере, на камеру, она только вот соевым соусом, можно сказать так, ну, полила, заправила. Но не более того, и хватило того масла оливкового, которое было в этом самом консервированном тунце. Что там было за кадром, конечно, мы никогда не узнаем. Возможно, там и майонез присутствовал, ну, или хотя бы сметанка в качестве заправки. Но так на камеру все очень чинно и благородно. Поскольку постольку, да, там были еще помидорки черри. Что у нее там еще было? Огурчик был свежий. Ну, вроде как так действительно похудеть можно. Но, опять же, главное, с этим салатом есть еще и какие-нибудь макароны по-флотски, например. Но на камеру Лена не ела ничего больше. Так что, да, Лена худеет. А с утра нет лучшего еды, чем яичница со шпротами, говорит Лена. Представляете? Вообще, в принципе, Лена спец по смешиванию. Она умеет смешивать несмешиваемое, да? И яичница со шпротами – это оригинально, мягко выражаясь. Ну, возможно, это вкусно. Надо попробовать, конечно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы уже ели яичницу со шпротами? Просто интересно. Я о таком сочетании даже не догадывалась. Мне даже в голову не приходилось, что такое возможно. Но, видите, Лена у нас умело сочетает жареную картошку с мороженым. Запросто она это делает. Поэтому, почему бы ей не смешать яичницу со шпротами? Ну, а вообще, Лену одолели хейтеры. Да, беда, беда, огорчение, подумала я. Бедная та Лена. И эти хейтеры куда-то звонят, какие-то оставляют данные Лены, какие-то телефоны в каких-то компаниях, мол, чтобы перезвонили. И, конечно, перезванивают Лене на этот номер телефона. И Лена просто в шоке от того, что её куда-то на плавание записывают, то на какие-то танцы её записывают, то куда-то ещё её записывают. Но, конечно, она говорит, это не я, что вы, что вы. Это вот какие-то такие вот плохие хейтеры этим занимаются. Но, опять же, не знаю, верить этому, не верить. Но вроде показалось, что действительно вот ей там вот звонят. Ну, если такое дело, ну, можно же как-то поставить блок на незнакомые входящие номера? Можно как-то выкрутиться? Можно же как-то это всё сделать так, чтобы тебе никто не звонил с незнакомых номеров? Или Лена, может быть, ждёт какого-то звонка? Какого-то незнакомца? Ну, бог его знает, почему она им блок не ставит. Тут, смотрю на канале, она очень быстро всех в блок бросает. То есть, на это очень быстро умеет делать. Все в бане у неё. Неугодные. Хотя, говорит, в последнее время стало тоже не особо хорошо чистить свои комментарии. Всё времени у неё на это нет. Но ничего, я думаю, найдёт она с времени время. И все неугодные у неё очень быстро окажутся в блоке, в бане. Почему же то же самое не сделать с телефоном с входящими? То же делается это, понимаю, очень просто. Но, видите, что-то Лену останавливает. И вот мне очень понравилось то, как Лена это вот состояние обозначила. Говорит, у неё настроение опустошённости. Может быть, всё-таки чувство опустошённости, а не настроение опустошённости. Но, опять же, это Лена, мы должны уже, по идее, трёхнуть к тому, что она говорит крайне неправильно. Ест Ваня йогурт с вишней. И вот Лена говорит, так интересно, мол, Ваня сама по себе вишни не ест. А вот какие-нибудь блюда с вишней, пирог с вишней, я не знаю, вот самый йогурт с вишней. Ваня ест с превеликим удовольствием. И говорит Лена, что, мол, она тоже с удовольствием ест вишнёвое варенье с косточкой. Ну, как сказать, насколько это полезно? Вроде как очень неполезно есть вишнёвое варенье с косточкой. Да, в принципе, любое варенье, ну, или компот какой-нибудь из фруктов или ягод, в которых есть косточки, да, это не очень хороший компот. Ну, или варенье тоже не очень хорошее. Говорят, что косточки выделяют опасные вещества и, понятное дело, наносят вред организму. Ну, Лена потом продолжила, что вот она ела бы с удовольствием малину, но там тоже очень много мелких косточек. И поэтому малина не очень ей уже нравится. Ну, а землянику или клубнику, мол, ест Ваня с удовольствием, хотя там тоже есть косточки. Ну, а земляника, Лена говорит, это маленькая клубника. Думаю, это как? Вообще-то клубника это земляника садовая. Земляника это общее название для ягод семейства разоцветных. А клубника это подвид земляники и встречается он реже. Всё, чем она отличается, это форма ягоды. Например, ягоды клубники имеют более круглую форму. Так что садовые ягоды с крупными плодами правильнее называть земляникой. Но Ваня с Леной искренне считают, что если ягода мелкая, то это земляника, а если крупная, то это клубника. Ну да, всё как всегда. Да, очень и очень интересно. Ещё мне очень понравилось то, что Лена говорит о том, что вот она тщательно позавтракала сегодня. Вот какая Лена молодец, тщательно позавтракала. Вспомнила сразу фразы из известного произведения Ильфа и Петрова. Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу. Надеюсь, что Лена обществу помогает. Не только тщательно завтракать, но и тщательно пережёвывает пищу. Ну вот таким вот получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.